Продолжение следует... 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 У нас более 200 операций, когда мы не укрепляли, а все ушивали, то есть без пластики тазового дна обошлись. Здесь включены только те больные, которым выполнялся тот или иной метод пластики тазового дна. Но в зависимости от отведения мочи, это и брекер, и создание гетеротопического мочевого резервуара, аппендикостомы. Эти операции мы более 20 лет выполняем, да, и по штудеру было, и наиболее часто, да, но нередко уритерокутанистамия. Это я очень нередко им пользуюсь. Предыдущий коллега сказал, что вот, ну, многие отрицательно сказываются, но очень много больных, которых более 10 лет живут в УКС. Вот 10-15 лет, и от этого метода никто, я думаю, не указывал, чтобы отказаться в таких ситуациях. То есть надо исходить от состояния больного, УКС сделаешь больной, очень хорошо выходит с операцией, и хороший отдаленный результат у них иметься. И, конечно, от визионикала тоже максимально стараемся сохранить целостность кишечной трубки. Ну, бывает и сигма-стоми, и так далее, и так далее. То есть колостоми, такие различные варианты. Ну, по возрасту я на этом не буду. У нас самый старший возраст, по-моему, 74 года. Ну, в основном такие операции выполняем у лиц среднего возраста наиболее часто. Ну, в зависимости от границы, да, отношения к диафрагме бывают супраэлеваторные, инфраэлеваторные. Вот справа, как видите, инфраэлеваторные. И здесь вот аблятивный этап, да, экзентерация проведена. То есть удаление органов малого таза. И в последние годы мы начали выполнять, ну, не так уж много, но мы переходим к выполнению лапароскопическими методами. Но часто приходится переходить на конверсии. Ну, реконструктивный этап – это формирование мочевого кондуита по брикеру. Это создание мочевого гетеротопического резервуара из восходящего отдела толстой кишки, самокатеризируемой. С аппендикосномием. А вот здесь как раз видео получилось, оказывается, это больной. Ну, каждые 6-8 часов самостоятельно опорожняет мочевой резервуар. Таких больных у нас очень много. У нас часто выполняем этот вид операции. Почему? Каждая методика прекрасна в руках того хирурга, который ее разработал или имеет опыт. У нас таких опытов, таких операций очень много. По этой работе диссертационная работа, и кандидатские, и докторские выполнены. Патенты имеются. Ну, реконструктивный. Вот это пластика малого таза. Это самый больной вопрос. У половины больных, да, у каждого второго проблема укрепления тазового дна. Потому что вот экзентерация, да, это удаление органа, да, то есть кишки единым блоком. И вот все, когда удаляешь, там тазовое дно, то, что оставшаяся часть кишки вниз может уйти. Вот это самая большая проблема у каждого второго больного. Вот мы укрепляем различным вариантом. Здесь это мышечными лоскутами, это наружные опытураторные, внутренние опытураторные, леваторные, грушевидные мышцы. Мы укрепляем, и, в общем-то, наиболее часто таким способом мы стараемся укрепить тазовое дно. Второе, это очень тоже прекрасный метод, если имеется сальник, вот на ножке мы сальником укрепляем тазовое дно. Это пациент, это совлечение пузырь, матка прямой кишки. Здесь тотальная экзентерация, дай больной выполнена. И наша методика, на этом мы патент имеем, это укрепление тазового дна кожным лоскутом. Берется вот этот тазовый, из кожи больной, мы выкраиваем лоскут кожи и иссякаем, и эпидермис, собственный дермис, скальпелем мы очищаем. И наизнанку, вот мы в тазовое дно, вот в тазовое дно, это укладывается, ушивается, тем самым прекрасно, лучше, чем вот эти искусственные сетки получать укрепление тазового дна. В середине это удаленный макропрепарат, ну а потом кишечник, кишечник вот укладывается, заполняется тазовое дно. Это тело матки прямой кишки, тоже тотальная экзентерация данной больной выполняется. Это судание леваторных мышц с одной стороны, а с другой стороны это вот тот же больной, которому выведено сохранение леваторных мышц. Сейчас у него низведение кишки выполнено, и через две недели мы обычно резитируем низведенную кишку. Эта пациентка, одна из них, вот шейка матки, выполнили нефректомия, экзентерация нефректомия, потому что немая почка была, она не функционировала. Экзентерация органов малого таза ей выполнили. Она, по-моему, более 10 лет живет, она уже более лет 15 даже. Это через 5 лет снимки привезли. И ей мы выполнили УКС. Почему УКС, когда одна почка, я категорический противник, что даже по брикеру не надо делать, потому что у больных очень много метаболических ацидоза развивается. В основном, и от этого больные максимум 5-6 лет живут, какие бы методы лечения ни проводил консерватив, все равно от метаболических ацидоза погибают. Поэтому, если одна почка, надо обязательно выполнять УКС. Вот пример, когда больная много лет живет. Вторая больная, вот 6 лет после экзентерации органов малого таза, с отведением матча по брикеру и колостомии, тоже вот несколько лет жила. Это вот больная, это обуха, более 15 лет такая экзентерация, с УКСом живет, кишечная трубка восстановлена. Ну, осложнение, конечно, у одной трети, это чем более агрессивная операция, и осложнений много бывает, конечно, по нашим данным, вот 28% осложнений. Различные виды осложнений, там, и отрыв мочеточника, вот как видите, у одного больного было, да, отхождение в грушную полость мочеточника, повторно реоперировали, да. Проблемы с эвакуацией мочи бывают, и формировая свища и так далее. Ну, в общем-то, процент осложнений, 7 случаев летальности, вот из 141, 7 случаев летальности, это 5%. И, конечно, я должен сказать, что вот мы более 20 лет эти операции выполняем, конечно, в начальном этапе было вот 54% осложнений, сейчас вот, ну, около 20-21%. И, конечно, гноно-стептическое осложнение тоже очень мало. Ну, выводы, что тут можем сказать, что, конечно, эти операции надо выполнять, потому что больные имеют шанс много лет прожить, не полгода-год, а 5 лет, 10 лет и более могут прожить, потому что они избавляются от такой страшной болезни, да, вот, когда несколько органов охвачены опухолевым процессом, имеют шанс, в общем-то, если нормально, радикально выполнить, я еще раз говорю, единым блоком и хорошую лифтодиссекцию сделать, да, эти больные получают шанс прожить много-много лет. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Мирзанолик Нигматович. Спасибо.